МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пели ангелы Христу, славили рождение. В мир принёс он красоту, веру во спасение. В Новом Завете не говорится, когда именно родился Иисус Христос, а только в середине IV столетия этот праздник стали отмечать зимой. Его приурочили к популярному языческому дню зимнего солнцестояния. Соединение языческих верований и христианских традиций – один из любопытных феноменов религиозной, культурной и бытовой жизни многих народов. К зимнему солнцестоянию, языческому отсчёту нового солнечного года, христианская церковь приурочила три больших праздника. Их называют святки. 25 декабря по старому стилю, а 7 января по-новому у православных верующих – Рождество. 14 января мы отмечаем День Василия Великого. Этот день ещё называют Старый Новый Год. 19 января – Крещение или Богоявление. Этим днём завершаются коляды. В старину к зимним святкам готовились задолго и очень серьёзно. Ведь все новогодние обряды связаны с весенне-летними крестьянскими работами. И хоть посевная нескоро, но сельчане верили в так называемую магию первого дня. Мол, всё, что происходит в первые дни Нового года, распространяется на последующие дни и месяцы. Эта вера выражена в обряде колядования и в песнях зимних святок. Наша съёмочная группа убедилась в этом, посетив агрогородок Тихтин Белынического района. Здесь сохраняет традицию предков фольклорный коллектив Журавинка Сельского дома культуры. Рождество. Один из главных христианских праздников установлены в честь рождения воплоте Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным рождественским постом. Завершается Филиппов пост первой вечерней звездой, 6 января. Так что с утра хозяйки традиционно топят печь и готовят сочево. Это блюдо в народе ещё называют кутья. Говорят, варить её можно из любой крупы. Главное – добавить в сочево мёд, орехи, изюм или просто сахар. А свариться тогда вы ничего. Ай, тут стоить вы у тёплых. Прикрыть и всё. Положить детям калят – значит подготовить подарки. Кто-то находит подарки под ёлкой. А вот старожил деревни Техтин Ефросинья Максимовна гостинцы правнукам прячет в сено. Сегодня это конфеты. А в её детстве, говорит, это были сушёные яблоки, груши или орехи, фундук или кусочек сахара. Но вот кутья остыла, и до первой звезды каша и гостинцы будут стоять в красном углу. Ещё одна главная традиция встречи Рождества – генеральная уборка в доме. Особенно тщательно выметают пыль из углов. Ведь, говорят, целых две недели этого делать нельзя будет. Ну, кажется, мила и вытирала. А всё равно. Чего не выметишь? Особенно к петке топится. Все углы надо повыметать. А так. И две недели, пока я ничего не убираю, не выметаю углы. Так, если подмяту, а углы не выметаю. Свечане до сих пор придерживаются правилов. Святки не работать. Не колоть дрова, не пилить, не стирать, не вязать. Фольклористы-этнографы говорят, праздник должен оставаться чистым и светлым. Ведь святки – это ещё и дни почитания усопших родственников, которые приходят на праздник. Приходят души усохших и ховаются по углах. Праздничный ужин. Ефросиня Максимовна начинает его, как научили бабушка-мама, молитвой. Приглашают разделить праздничную трапезу и Деда Мороза. Для чего обязательно постучать в окно и несколько раз покликать его за стол. Говорят, таким образом задабривали его. И сильные морозы действительно всегда приходились на Рождество и Крещение. А уже на 7 января стол полон явств. Сторожилы рассказывают, к этому дню в деревнях обычно закалывали кабана. Так что после филипповского поста на столе появлялись и сало, и колбасы. На Рождество, говорят, хозяйки обязательно готовили 12 блюд. Будь то мясные рыбные явства или простые блины, квашеная капуста, грибы, моченые яблоки, бочковые огурцы, картошка, яичница, кисель, пирог, мед и даже варенье. А вот богатая каляда отмечалась через неделю. С 13 на 14 января по улицам ходят ряженые, каля дуют. Эта традиция уходит уже в прошлое, но в некоторых деревнях она еще сохранилась. Наши праздники поломалища, люби, люби, поломалища. Каляда – это языческий праздник, но традиция ходить по домам сохранилась и после крещения Руси. Правда, произошла своеобразная трансформация. Например, в песнях-калядках появились библейские сюжеты, а возглавляла калядовщиков библейская звезда. По словарю Владимира Даля, калядовать – значит славить Христа, ходить с песнями по домам, собирать дань. Козу водить – основная забава. Ведь еще в древности славяне считали, что этот обряд благоприятствует урожаю, благосостоянию и предотвращает беду. В старину ряжение было одним из любимых развлечений молодежи. Говорят, этот обряд наделен особенным смыслом. Его связывают с культом плодородия. Ловите зернятки, ловите рукою, как добрый был настрой. Сею-сею почиваю, счастья доли вам желаю. Зерно – это показывает добробыт в хозяйстве. Зерно всегда – это хлеб, чтобы была богатая семья, рассыпали, сели жито, пшеницу, ждали здоровья, богатия. Празднуем Рождество Иисуса Христа нашего, Сына Божьего, и посеваем, значит, он нам дает и с Божьей, и богатство, и скотинку, чтобы все родило. А это первое – это хлеб наш, чтобы всегда был у хати хлеб. Самое ценное для сельчанина – это крепкое хозяйство. Каледующие желают сказочного благополучия, небывалого урожая и просят хозяев одарить их. От кого-то в печи топится, шалковые дыды-дымочки идуть, шалковые дыды-дымочки идуть. Там калядный каравай пяхучь, там калядный каравай пяхучь, может, может, и нам дадут. Из магического обряда уже в XIX веке калядование превратилось в зимнюю забаву, в театрализацию. В народе верили и сейчас верят – калядующих нужно обязательно угостить, чтобы счастье дом не обходило и чтобы урожайным был весь год. И ходят старые, и малые, дети с нами ходят, все ходят, все открывают нам хаты, все ждут и все нам дают. И конфеты, и колбасу, и бутылку, и сало, все, что у кого что есть, все нам дают. Каждый год мы ходим, калядуем, и каждый раз я за учеты коза. В нашем Техтине, это все время, мы, как создался наш ансамбль, мы каждый год на 13-го, на богатую каляду идем калядовать. И это уже чуть не 30 годов. Весело было, гармоники играли ущуды, там вельми, вельми цикаво. Ездили в Малиновку, ходили по хатах, там дарили нас, как не треба. Но приехали сюда, тут уже угощались, пели. Пели гэтая, ну, постные песни гэтая уже, микольские, и веселых тоже не пели, весельных тоже не пели песню до каляд. А у каляды уже свобода, что хочешь пей, что хочешь танцуй. А лапчей надо наплесчет на каляды, сколько танцевать. Тады жбота у них не было, лапча буша и пошел. А сколько попляшешь у них, лыки гэтая потопчутся. Ну, и жили, и делали ворожбу. Ворожбе и гаданиям на каляды отводили особое место. Например, говорят, если куры любят залезть в чужой огород до грядки испортить, а еще и в сарае у соседа несутся, существует калядный обряд, чтобы держались птицы только своего двора. Говорят, зерно для кур надо насыпать в специальный круг. Можно с бочки, можно и так, и с чего сделать, а бы был круглый обруч. И в этом надо кормить курей для того, чтобы они не нашлись в чужий двор не шли, а в своем дворе. И нашлись, и жилища. Вот так. Ну, и я буду их кормить. Пыли, пыли, пыли. Ходите. Кабняшлища в своем дворе. Ну, а какие святки без гадания на судьбу. Активистки фольклорного коллектива «Жаровинка» хором вспоминают, как они веселились в молодости и гадали на своего суженного ряженого. Мой первый вылетел. Так вот обнимали забор. Скажите, сколько часто полен? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не в пару. Не в пару. Значит, в этом году замуж я выйду. В основном, да, было гулянья такое, что ворожба. Ворожба это была. Вещалилища, на гармонику играли, на разных инструментах, какие в то время были. У сваты ходили, ну, уже тут и вящели гуляли, хрызьбины гуляли, но гости приходили. В девичестве каждая из этих женщин гадала в святке и рассказывают, хотите верьте, хотите нет, все сбылось. Ворвали такие бумажки и писали имена мужские мужчин на этой бумажке. Ну, и я тоже написала, какие я вообще имена знала мужские. Утром устала, достаю бумажку, а там написано «Адам». Ой, думаю, господи, Адам. Я ж не хочу такого имени, чтобы Адам был. Ну, познакомилась с хлопцем, Эдик, 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 Эдик. А тогда пришлось расписываться «Адам». Вот тебе и неверга данню, вот и Адам. А был у нас такой один случай, короче, пошли мы все подружки, наклядые, блинованные пекли и пошли дать собакам кидать. И вот вышли мы на улицу, как сейчас помню, все положили свои блины. Вот одной подружки собаку схопил, блин, и выкинул с роту. И на два раза замуж вышла. А как гадать в святки нынешние молодые девчата узнают все чаще из интернета. Но если кто о народных традициях у бабушек спросит, то с удовольствием расскажут. Гадать можно на дровах также. Если возьмешь охапок, и он будет в пару посчитать, значит, выйдешь в этом году замуж. Если нет, то, увы, придется в следующем году. Я попробую сегодня. Побольше. И посчитаем. Пара. Две. Три. Четыре. Эта. Значит, суждено пару мне. В этом году выйду замуж. Вот так на блины гадают в Техтине. Обязательно один человек держит собаку и отпускает ее, как только девушки достали оладьи. О-о-о. Все-таки суждено мне замуж выйти. Бежали сюда, нет, туда пойти. Ты видишь? С 7 по 13 января дни считаются святыми. А вот неделю от Старого Нового Года до Крещения, то есть с 14 до 19 января, в народе называют страшной. Существует поверье, что в это время вся нечистая сила устраивает последний шабаш. В последний день святок все, кто гадал и кто рядился, должны окунуться в прорубь или хотя бы умыться крещенской водой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова